Я потратил 10 тысяч рублей в пустую, и раз уж я это сделал, решил поделиться с вами опытом. В этом видео расскажу про штативы для микроскопов. Думаю, ювелирам будет полезно. Начну с дешевого. Это даже не штатив, а кронштейн для телевизора. Я его купил в магазине бытовой электроники за 3,5 тысячи и немного переделал крепеж. Открутил штатное крепление для телевизора и прикрутил родную втулку от микроскопа. Получился довольно неплохой штатив. Он хорошо крутится в разные стороны, меняет наклон и высоту подъема. Также у него мощная струбцина и крепеж в комплекте, который позволяет прикрутить штатив к любому месту на столе. Но у него есть несколько недостатков. Первая, высота подъема у него не фиксируется. В принципе, это тоже можно исправить доработкой. Второй и самый главный недостаток, это его люфт. Лично я за ним работать не пробовал, но ребята говорят, что к этому быстро привыкаешь. По крайней мере, люфт здесь совсем небольшой. Но меня это не устроило, я решил купить штатив для микроскопа. Выбирал на основе наших стареньких. И учитывая недостатки наших штативов, мой выбор пал на китайца. На первый взгляд, штатив очень хороший и функционален. У него есть регулировка наклона и высоты. У него довольно длинные колена, что позволяет убрать центральную стойку подальше от рабочего места. Я очень обрадовался, когда пришел этот штатив. Заказывался Алиэкспресс. Обошелся он мне чуть больше 10 тысяч рублей. Но радость моя сразу закончилась, как я поставил туда микроскоп. Подъемный механизм и поворотное колено еще больше увеличили его длину. Но с этим можно было бы смириться, если бы не вот этот люфт. Я уже молчу про наклон. Беднягу перекосило по тяжести микроскопа. Если бы эти колена были бы в два раза короче, наверное, этот штатив был бы хорош. Но работать с такой тряской просто опасно для зрения. А если подпирать окуляры бровями, то микроскоп будет уезжать в сторону. В общем, если резюмировать, то китайский штатив своих денег не стоит. Сокронштейн для телевизора при наличии прямых рук. Это очень хорошее соотношение цены и качества. А я буду продолжать поиски удобных и функциональных штативов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова